Хотите посмотреть, как Гагарин смотрел на персики в апреле? Ну, это правда же здорово, да? Как мимо такой фотографии пройти и не заметить? Про знаменитую выпу Гагарина знают все. А вот как он реагировал, как он вообще общался с персоналом этой дачи? Ну, вот две фотографии уникальные. Идея создания альбома с фотографиями Гагарина родилась случайно, рассказывает Глеб Алексушин. Некоторое время назад историк писал научную статью о космонавте и из-за недостатка информации решил опираться на воспоминания фотографий людей, с которыми он был знаком. Когда снимков набралось больше ста, исследователь решил составить компиляцию со всеми подтвержденными фактами о событиях, происходящих на этих фотографиях. Вот эти 130 фотографий, которые сейчас вот в этом альбоме, их ровно 130, они позволяют, во-первых, проникнуться духом той эпохи, во-вторых, получить подтверждение тех воспоминаний, которые приведены, а в-третьих, просто ощутить себя вместе с этими людьми, и почувствовать какой-то вкус, вот, к сожалению, забытый нами от тех успехов в космосе, который был в 60-е годы. Это, наверное, самое ценное. Фотографиям, по словам исследователей, более полувека. Практически на всех снимках запечатлены моменты, когда Гагарин и его коллеги-космонавты, медики и спортивные комиссары отдыхали в Куйбышеве, либо посещали область с деловыми визитами. Здесь и уникальные фото с пресс-конференцией, и снимки команды космонавта на борту самолета, а также фотографии, на которых, помимо знаменитой улыбки Юрия Алексеевича, запечатлены его эмоции. При помощи атрибуции Глибу Владимировичу удалось доказать достоверность трактовки некоторых событий, а также развеять мифы, которые в интернете выдавали за истину. Вы, например, слышали, да, на каком автомобиле возили Гагарина по Куйбышеву? Спросите любого представителя старшего поколения, вам скажут «Чайка». Это не «Чайка». Это «ГАЗ-12», который к «Чайке» не имеет никакого отношения. По словам историка, он надеется, что, возможно, в будущем альбом будут использовать для обучения школьников. История – это наше наследие, то, как мы воспитываем детей, какую правду мы им рассказываем, это очень важно. Поэтому считаю, что альбом имеет прямую практическую значимость, как в академической среде, так и в среде воспитания детей. Считаю, что, да, огромное значение. Составлением и версткой этого космо-альбома Глебу Алексушину помогала администрация городского округа Самара, а также коллектив одного из старейших изданий города «Самарская газета». Выход альбома приурочили к грандиозному событию – юбилею первого полета человека в космос. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.